добрый день сегодня наш четвертый семинар и как обычно в начале я предлагаю вам задачу для самостоятельного решения так предположим что у нас есть прямоугольная потенциальная яма глубиной у 0 и шириной д вопрос при фиксированной глубине 0 не давайте лучше так при фиксированной ширине d какая должна быть минимальная глубина у 0 чтобы квантовая частица массой м могла находиться в этой яме не выскакивая попробуйте оценить сначала самостоятельно а потом разберем решение так оценку можно сделать из соотношения неопределенности итак предположим что импульс порядка своей квантовой неопределенности которая есть постоянная планка деленная на неопределенность координат ну а в качестве неопределенности координаты естественно выбрать d данном случае это на минимальный импульс который частица может иметь в такой яме если она в ней локализован это h на d тогда кинетическая энергия частица даем его буквой т т квадрат на 2м это не что ни ноя как h квадрат на 2м d квадрат ну и понятно что для того чтобы частица не вылетала из ямы у нас должно выполняться условия на глубину ямы то есть потенциальная энергия частица которая всякая не превосходит глубины ямы должна быть больше чем ее кинетической энергии отсюда получается что у 0 должна быть больше чем h квадрат деленное на 2м d квадрат ну вот и ответ нашей задачки мы получаем что если потенциальная яма достаточно маленькая то она должна быть глубокой для того чтобы частица вообще могла находиться в ней связанном состоянии однако я призываю вас относиться к этой оценке с некоторой осторожностью потому что как мы выясним через несколько семинаров когда точно решим уравнение шрёдингера в прямоугольный потенциальный яме она не вполне соответствует действительности и мы вернемся к этому вопросу и я объясню почему с оценкой соотношения неопределенности в данном случае работает не очень хорошо и что происходит на самом деле а сейчас давайте разберем одну из задач домашнего задания ту в которой нужно было оценить соотношение неопределенности минимальную энергию гармонического осциллятора она в принципе не самая сложная в этом домашнем задании на ее выводы понадобятся нам в дальнейшем на нашем семинаре и так мы рассматривали систему полной энергии который выглядит следующим образом кинетическое слагаемое плюс квадратичный потенциал а это система которая называется в классике гармоническим осциллятором как обычно предполагаем что у нас и координата и импульс порядка своих квантовых неопределенностей для того чтобы получить оценку для основного состояния ну и это значит что я могу выразить одно через другое ну давайте например координату выразим через импульс пусть у нас будет x у нас значит равно h делить на п отсюда и подставляем это выражение в формулу для энергии получается что энергия становится функция уже только импульса только импульса и для того чтобы найти ее минимум мы дифференцируем ее по p и приравниваем к нулю дифференцируем энергию по p получается следующее выражение значит здесь будет п на м минус х квадрат на п в кубе и это должно быть равно нулю отсюда получается что п в четвертой равно м к х квадрат ну и следовательно п квадрат это аж на корень из к м теперь если мы вот это выражение подставим в формулу для энергии мы найдем минимальное значение энергии которое будет равно 1 2 и оба слагаемых будут одинаковые равны аж корень из к на м аж корень из к на м комбинация корень из к на м нам хорошо знаком это не что иное как частота колебаний в этом гармоническом осцилляторе поэтому мы получаем что минимальная энергия равна просто h омега а как вы наверное знаете строгая квантовая теория дает нам выражение отличающиеся множеством 1 2 в любом случае мы получаем что в гармоническом осцилляторе при квантомеханическом рассмотрении колебания имеют некоторую ненулевую энергию даже даже в основном состоянии то есть частица не может покоиться на дне этого параболического потенциала а должна иметь какую-то конечную энергию которую как мы с вами покажем через несколько семинаров в точности равна аж омега пополам ну а пока мы можем мотивировать отличие от нуля этой энергии оценкой из соотношения неопределенности ну и чуть позже на этом семинаре мы увидим каким физическим эффектом приводит вот это вот ненулевая энергия как их еще называют нулевых колебаний так нашей сегодняшней задачей будет получить формула планка для этого мы сначала покажем как рассуждали реле и джинс при выводе своей классической формулы для объемной плотности энергии теплового излучения ну а потом покажем в каком месте эта классическая формула перестает работать сначала в любом случае нам нужно будет представить электромагнитное поле как набор осцилляторов для того чтобы понять как это сделать давайте сначала вспомним как описываются вообще электромагнитные колебания в вакууме в пустом пространстве напишем для поля уравнение максвелла уравнение максвелла для магнитного поля в системе SGS выглядит очень просто единственный коэффициент который там возникает имеет размерность скорости потому что размерность магнитного и электрического поля у нас одинаковая ну а для ротора электрического поля у нас возникает дополнительный знак минус который соответствует так называемый правилу ленца и так теперь если мы возьмем ротор например от первого уравнения то получится следующее выражение ротор ротора H равно 1 на C D по DT производные по времени и по координатам я могу поменять местами поэтому здесь будет ротор E ну и я подставлю ротор E из второго уравнения и получу что это равно минус 1 на C квадрат D2 по DT квадрат H для ротора от ротора можно воспользоваться известной формулой векторного анализа и написать что это градиент дивергенции H минус оператор Лапласа на H оператор Лапласа напомню это по определению D2 по Dx квадрате плюс D2 по DZ квадрате сумма вторых производных и все это равно минус единицу на C квадрат D2 по DT квадрат D2 квадрат H дивергенция H равна нулю поэтому первое слагаемое H10 назумляется H10 и мы получаем волновое уравнение оператор Лапласа нужный на H минус единица на C квадрат D2 H по DT квадрат равно нулю это хорошо нам всем известное волновое уравнение которое описывает распространение электромагнитных волн в свободном пространстве ну совершенно аналогично если мы возьмем ротор от второго уравнения и подставим выражение для ротора H мы получим такое же точно уравнение для E абсолютно аналогичное волновое уравнение получится и для E ну а теперь рассмотрим электромагнитное поле на какой-нибудь фиксированной длине волны то есть скажем что E у нас это некоторая константа на E в степени E K X ну и для простоты рассмотрим одномерный случай в трехмерном случае все будет примерно так же рассмотрим ситуацию когда поле у нас меняется только вдоль одной из координат подставляем подставляем E в вот это наше уравнение и получим следующее уравнение для E0 значит у нас будет 1 на c квадрат E на c квадрат E0 у нас может зависеть от E и и и теперь остается продифференцировать пространственную часть по координатам здесь у нас будет минус E в степень и K X которую впрочем можно сократить и как мы видим у нас разделяются переменные координаты и переменные времени здесь тоже E0 у нас зависит от T и поэтому для зависимости от времени я получаю следующее уравнение E0 с двумя точками плюс омега квадрат E0 равно нулю где омега это K умноженное на C вот теперь для зависимости поля от времени на фиксированной длине волны характеризуемой волновым вектором K я получаю уравнение обычного одномерного гармонического осциллятора причем частота этого осциллятора связана с волновым вектором вот таким вот соотношением которое еще называют законом дисперсии как мы видим в случае свободного электромагнитного поля этот закон просто линейный частота прямо пропорциональна волновому вектору как мы с вами привыкли теперь наша задача будет рассмотреть набор таких гармонических осцилляторов в единице объема пространства и посчитать их энергию предполагая что они находятся в состоянии термодинамического равновесия при температуре t как мы понимаем энергия каждого такого осциллятора будет соответственно kt kt пополам кинетическая энергия kt пополам потенциальная энергия полная энергия каждого осциллятора kt и если мы посчитаем число таких осцилляторов единиц объема мы получим объемную плотность энергии поля так для того чтобы посчитать объемную плотность давайте сначала упростим себе задачу и дискретизируем спектром от поля то есть возьмем резонатор чтобы понять как это работает давайте сначала рассмотрим одномерный резонатор то есть два идеальных зеркала бесконечной плоскости на которых как мы понимаем если это идеальные зеркала у стоячей волны электромагнитного поля должен быть узел да то есть поле должно обращаться в ноль на зеркалах это значит что поле должно быть устроен таким образом чтобы целое число полуцелое число длин волн укладывалось на расстояние между зеркалами теперь если мы расстояние между зеркалами обозначим за l то в поле в таком резонаторе могут существовать только моды у которых длина волны такая что l равно n лямбда пополам где n это некоторое целое число соответственно мы можем занумеровать длинный волн всего дискретного спектра мод теперь у нас спектр дискретный в резонаторе существует только дискретный набор такой что целое число длин волн укладывается на полуцелое число длин волн простите конечно же укладывается на длине резонатора ну то есть самая самая большая длина волны которая может быть в таком резонаторе вот она когда половина длины волны ровно укладывается наперед. Дальше можно больше и больше. И вот этот дискретный набор длин волн, он будет занумерован у нас неким целым индексом n. Соответствующий длинный волн это 2L поделить на n. Окей. Теперь, если мы рассмотрим трехмерный случай и возьмем кубический резонатор с кубом со стороной L, то у нас будет уже три индекса. Вместо одного индекса у нас будет набор индексов n, m, ну и давайте L маленькое. И, соответственно, им будут соответствовать длина... Каждый моде будет соответствовать длина волны с тремя индексами n, m и L, которые будут обозначать число длин полуволн, которые укладываются, соответственно, по оси X, по оси Y и по оси Z. То есть все наши решения в таком резонаторе будут представлять собой плоские волны, которые характеризуются тремя целыми числами. Ну и теперь закон дисперсии говорит нам, что модуль волнового вектора... модуль волнового вектора. Это частота поля, деленная на скорость света. Это мы с вами только что получили из решения уравнения Максвелла в свободном пространстве. Модуль волнового вектора это что такое? Модуль волнового вектора это корень из суммы квадратов проекции. И в нашем кубическом резонаторе это не что иное, как подставляю выражение для k, а, например, x 2π на λn или, подставляя выражение для λn, мы получим π, деленное на ln, подставляя в таком виде сюда kx, ky и kz, мы получим следующее выражение. У нас будет π квадрат. Зеленый. А. Вот такое выражение. И это равно омега на c. Откуда мы получаем следующее выражение? n квадрат плюс m квадрат плюс l квадрат равно l поделить на πc квадрат омега квадрат. Это не что иное, как уравнение сферы в k пространстве. То есть закон дисперсии у нас устроен таким образом, что если мы нарисуем поверхность в соответствующую постоянной частоте, то эта поверхность будет сферой в k пространстве, ky и kz. То есть у нас будет некоторая сфера в k пространстве. Ну, теперь мы понимаем, что возможные значения k дискретны. То есть у нас эта сфера заполнена дискретной сеткой. Размер этой сетки определяется длиной резонатора l. Наша задача пересчитать количество мод в окрестности частоты омега. Поскольку мы хотим получить спектральную плотность в единичный спектральный интервал, то нас будет интересовать число мод в интервале частот от омега до омега плюс d омега. То есть нас будет интересовать число мод, число узлов этой дискретной сетки в шаровом слое. Ну, я здесь намеренно нарисовал не целую сферу, а ее кусочек, ее 1 восьмую, потому что, как мы видим, у нас n, m и l — это целые числа. Поэтому отрицательных значений у нас здесь быть не может, и считать нужно число точек, попадающих в 1 восьмую шарового слоя. Итак, давайте ненадолго забудем про дискретность. Будем считать, что l у нас очень большой, поэтому про дискретность ненадолго забудем. Напишем, что у нас будет dn, dm и dl — это число мод в этом шаровом слое. Что это такое? Шаровой слой радиусом r, а вот это вот мы назовем r, для его объема мы получим 4πr квадрат dr. Ну и нам нужен не целый шаровой слой, а его 1 восьмая часть, только положительный октант в системе координат, поэтому надо поделить на 8. Кроме того, в реальности мы помним, что электромагнитное поле у нас векторное, а мы сейчас решаем скалярную задачу, то есть мы фиксировали поляризацию поля. На самом деле поляризации две, поэтому мод в два раз больше. То есть существует два ортогональных состояния поляризации, ну, например, горизонтальная и вертикальная, или правая и левая циркулярная, в данном случае, неважно. И в нашем случае ничего не меняется, спектр никак от поляризации не зависит. Просто для каждой моды у нас появляется два возможных состояния поляризации. Поле может быть поляризовано вот так, может быть поляризовано вот так. Соответственно, для того, чтобы посчитать полное число мод, включая поляризационные степени свободы, нужно это число удвоить. Ну и теперь мы получаем просто πr квадрат dr, где вместо r мы должны подставить вот это вот выражение. Подставляем. И получаем следующее. Пи л квадрат омега в четвертый. Прошу прощения, это конечно r квадрат. Пи л омега квадрат, деленное на пи c квадрат. И для dr здесь тоже получаем l на пи c. Прошу прощения. Вот здесь вот конечно же должно быть вот так. Забыл возвести в квадрат вот эту часть. И тогда пи сокращается в итоге для числа мод, которые мы давайте назовем n от омега. d омега, мы получим, что число мод в единичном спектральном интервале это l в кубе. Омега квадрат, деленное на пи квадрат. c в кубе. Ну и теперь, если мы поделим число мод на объем резонатора на l в кубе, напомню, что мы взяли его кубическим со стороной l, то мы получим выражение для числа мод в единице объема. И в единичный спектральный интервал. То есть n от омега в единице объема будет, давайте я назову ее n малой, чтобы как-то отличалось это обозначение. Значит, n малая, это будет n большое, деленное на l. Будет омега квадрат, деленное на пи квадрат c в кубе. Вот это выражение, оно вам уже встречалось, это множитель, который стоит и в формуле реле джинса и в формуле планка. Ну, действительно, если мы теперь возьмем и будем считать, что каждое модополе это классический гармонический осциллятор, находящийся в термодинамическом равновесии при температуре t, то средняя энергия такого гармонического осциллятора у нас, вычисленная по правилам классической статистической механики, будет просто-напросто kt. Тогда объемная плотность энергии поля это число мод поля в единице объема, умноженное на среднюю энергию одной моды. И мы получим формулу, которая известна нам с первого семинара как формула реле джинса. Собственно, примерно так и рассуждали реле джинс в своей работе и пришли к выводу, что, исходя из соображений классической статистической механики, получается совершенно абсурдный результат. У нас объемная плотность энергии поля просто расходится. То есть, если мы попробуем эту величину проинтегрировать по всем частотам для того, чтобы получить полную энергию поля в единице объема, мы, очевидно, получим расходящийся интеграл. Что, собственно, впоследствии было названо красивым словосочетанием ультрафиолетовых катастроф. Но реле джинсы с нами ничего такого не говорили, они просто показали, что получается такое противоречие. То есть, оказывается, что классическая статистическая механика в применении к электромагнитному полю дает абсурдный результат. Чтобы получить отсюда формулу Планка, нужно заменить выражение для средней энергии на следующее. Такое выражение получается для средней энергии гармонических осцилляторов в предположении, что фотоны, частицы электромагнитного поля, они не подчиняются классической статистике Максова-Больцмана, а подчиняются квантовой статистике Базайнштейна. То есть, эти моды поля — это не классические осцилляторы, а это так называемые бозонные моды, которые населены частицами, подчиняющимися принципам, квантовому принципу тождественности микрочастиц, с которого следует специфическая статистика. С этим мы с вами познакомимся чуть позже, и на лекциях вам об этом будут рассказывать. Если мы будем рассматривать все частицы как тождественные и принципиально неразличимые, то, в отличие от классической статистики, мы получим два разных типа возможных распределений, которые будут определяться свойствами волновой функции, описывающей ансамбль частиц относительно перестановок частиц. И эти два типа называются бозонными фермионами, и вот фотоны относятся к тому типу, который бозон. И для него, если правильно посчитать среднее, пользуясь распределением Базайнштейна, получится вот такая вот величина. И если эту величину подставить в выражение для объемной плотности энергии, то получится формула Планк. Вот в таком вот виде. Омега квадрат, деленный на π квадрат c в кубе. Этот множитель общий у формулы Планка и у формулы Рледжинс. А вот дальше стоит средняя энергия осциллятора, которая как раз-таки отличается и дает вот этот Планковский множитель. Ну, вывод строгий этой формулы вам будет приведен на лекциях в свое время, а мы сейчас пока воспользуемся им просто как известным результатом. Итак, то, что мы получаем, имеет вид хорошо известный нам уже с первого семинара. Это формула Планка для объемной плотности энергии поля. Мы с вами писали ее для спектральной плотности излучения абсолютно черного тела. Запомним, что они отличаются друг от друга множителем c деленной на 4. Это выражение для объемной плотности энергии самого поля. Вот так. Таким образом, получается формула Планка. Нужно лишь обосновать вот такое вот выражение для средней энергии, что выходит пока за рамки нашего сегодняшнего семинара. Итак, мы получили с вами выражение для объемной плотности МОД электромагнитного поля. Но есть один небольшой нюанс. Мы с вами помним про полученную в начале семинара ненулевую энергию нулевых колебаний. То есть мы знаем, что если даже электромагнитное поле, которое описывается как квантово-механический гармонический осциллятор, мы поняли, что для того, чтобы получить правильное выражение для плотности энергии абсолютно черного тела, нам, следуя планку, нужно описывать моду электромагнитного поля именно как квантово-механический гармонический осциллятор. Так вот, если подходить к делу с точки зрения квантовой механики, у нас оказывается, что у каждой моды есть даже в состоянии с наименьшей энергии, эта энергия не нулевая. Есть энергия, как говорят, нулевых флуктуаций. У нас состояние поля с наименьшей энергией называется вакуумом, и поэтому эта энергия еще иногда называют энергией вакуумных флуктуаций. И энергия это, в общем-то, аж омега пополам. Поэтому, если мы по всем частотам проинтегрируем, то опять-таки мы получим бесконечность. Эта проблема в теории поля имеет решение, как с этими бесконечностями бороться, выходит за рамки нашего курса. Однако, эти вакуумные флуктуации реальны. Их наличие приводит к наблюдаемым физическим эффектам. И давайте попробуем на простом примере сейчас посмотреть, как, например, наличие этих вакуумных флуктуаций приводит к возникновению так называемой силы Казимира. Которая выражается в том, что, если мы рассмотрим резонатор, то на зеркала, составляющие этот резонатор, будет действовать небольшая сила притяжения, вызванная разницей в, скажем так, структуре вакуума внутри и вне резонатора. Что это означает? Предположим, что у меня есть две бесконечные пластины, которые являются идеальными зеркалами. Значит, внутри у нас спектр поля дискретный. И частоты могут иметь только дискретный набор значений. Ну, действительно, как мы только что рассматривали, в резонаторе живут только те моды, у которых целое число длин полуволн укладывается на длину резонатора. Это значит, что эти моды могут иметь частоты, равные πc на l, умноженное на m. А снаружи спектр непрерывный. Здесь частота может быть какой угодно, потому что никаких граничных условий на бесконечности у нас нет. Итак, у нас тут дискретный спектр, а здесь непрерывный спектр, и здесь тоже непрерывный спектр. Давайте посчитаем энергию поля в основном состоянии. Внутри резонатора, в области дискретного спектра, энергия, давайте назовем ее WR внутри резонатора, полная энергия. Это что такое? Это, ну, давайте я введу обозначение ω0, назову это ω0, умноженное на l. πc на l я обозначу фундаментальную частоту, которая соответствует наименьшему n. Тогда внутри резонатора у нас будет сумма по n от единицы до бесконечности hωn пополам. А у нас энергия hω пополам на моду, суммируем по всем модам, получаем вот такое выражение. Это ничто иное, как hω0 пополам, равное на сумму по n от единицы до бесконечности n. Ну, понятно, что это расходящийся ряд, мы получаем формальную бесконечность. А теперь, предположим, что я рассмотрю ту же самую систему, но уберу зеркала. Тогда спектр у меня будет всюду непрерывный. И давайте назовем ее как-нибудь, ну, буквой v, например, да, энергия того же объема, но без зеркал, задающих граничные условия и, соответственно, приводящих к дискретности спектра, у нас будет считаться по совершенно аналогичной формуле, но только вместо ряда у нас уже будет интеграл n dn, поскольку спектр мод теперь будет непрерывным. Этот интеграл, естественно, тоже расходится. Однако несложно понять, что энергия дискретного набора под мод меньше, чем энергия в непрерывном случае. Давайте их сравним. Назовем энергией Казимира, Е с индексом С, разницу объемной плотности энергии без резонатора, минус объемной плотности энергии при наличии идеального резонатора, идеальных зеркальных плоскостей, вот здесь. Что это? Это h омега ноль пополам на разницу двух бесконечностей, расходящийся интеграл минус расходящийся ряд. И то, и другое бесконечность, но, как это сплошь и рядом бывает, разность этих двух бесконечностей имеет вполне себе конечную величину. Давайте попробуем ее посчитать. Но прежде чем мы займемся математикой и посчитаем ее точно, давайте попробуем понять, что же мы в результате получим из физических соображений. Значит, если эта величина у нас будет положительной, как мы ожидаем, то, значит, полю выгоднее будет уменьшать, для уменьшения своей полной энергии, да, полю будет выгоднее сжимать резонатор. Чем меньше расстояние между стенками, тем меньше мод внутри, да, тем, соответственно, меньше полная энергия, да. То есть при уменьшении расстояния между зеркалами у нас условия, условия того, что на длине резонатора укладывается целое число длин полуволн, начинает выполняться для все меньшего и меньшего диапазона длин волн, и, соответственно, все меньше и меньше мод у нас удовлетворяют этим граничным условиям. Значит, энергия уменьшается системой. Поэтому будет возникать сила, которая будет силой притяжения между резонаторами. Соответственно, наши зеркала будут испытывать силу давления, да, то есть они будут испытывать некоторое избыточное давление, которое называется, собственно, давлением Казимира. Давайте попробуем из соображения размерности понять, как эта сила давления будет зависеть от расстояния между зеркалами L. Ну, из каких букв вообще нам можно это состряпать? У нас есть постоянная планка, которая обязательно должна войти в ответ, да, потому что мы считаем, что исходной причиной возникновения эффекта являются нулевые флуктуации. Скорость цвета. Понятное дело, да, потому что мы работаем с электромагнитным полем, и, соответственно, размерная константа здесь должна, наверное, присутствовать. Ну и последняя величина, которая вообще в задаче есть, это расстояние между зеркалами. Больше ничего размерного здесь, в общем-то, и нет. Размерность постоянной планка mL квадрат T в минус 1. Размерность скорости LT в минус 1. А та величина, которую мы хотим получить, это давление. Давайте я его обозначу большой буквой P. И давление — это сила, деленная на площадь. mL в минус 1, T в минус 2, соответственно. И тут мы видим, что величину размерности давления можно получить, взяв H, умноженное на C. Да, мы получим mL в кубе T в минус 2. И поделив на L в четвертой. Итак, мы ожидаем, что давление Казимира будет по порядку величины определяться вот такой вот комбинацией размерных констант. Ну и теперь нам нужно определить числовой множитель, который стоит перед вот этой размерной величиной. Мы сразу видим, что здесь очень сильная зависимость, это расстояние между зеркалами. И, соответственно, величина очень маленькая, да, что определяется постоянной планкой вот здесь вот в числителе. Поэтому существенный эффект будет только при очень-очень маленьком расстоянии между зеркалами. Ну, оно и понятно. Дискретность спектра электромагнитных мод тем сильнее проявляется, чем меньше расстояние между зеркалами, тем более существенным будет эффект. Ну а теперь попробуем определить ради интереса вот эту вот константу. Для этого воспользуемся следующим трюком. Я для вычисления и величины интеграла и суммы ряда заменю N на N на E в степени минус αN. Вычислю соответствующий интеграл и ряд, а потом перейду к пределу α, стремящимся к нулю. И вернусь снова к N. То есть я сначала посчитаю интеграл и ряд, сделав вот такую вот перенормировку, а потом устремлю в ответе α к нулю и вернусь туда, куда нужно. Ну, строгим обоснованием этой процедуры я не буду заниматься. Тот ответ, который мы получим, в итоге окажется верным. Ну, давайте начнем с ряда. Давайте начнем с ряда. Итак, я считаю сумму PN от единицы до бесконечности N E в степени минус αN. Здесь для вычисления этой суммы удобно воспользоваться трюком, который называется дифференцирование по параметру. Я могу заметить, что вот этот ряд это минус D по D α от суммы по N от единицы до бесконечности E в степени минус αN. А вот это, это просто-напросто бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, которую мы с вами легко просуммируем. Все, что нам остается теперь, это продифференцировать это выражение по α и взять его с обратным знаком. Получится E в степени минус α, деленное на 1 минус E в степени минус α в квадрате. Теперь интеграл. Под интегралом делаем то же самое. Интеграл от 0 до бесконечности N E в степени минус αN dN. Опять-таки, пользуемся трюком с дифференцированием по параметру. Получаем, что это D минус D по D α. Интеграл от 0 до бесконечности E в степени минус αN dN. Этот интеграл у нас вычисляется элементарно. Это просто единица на α. Ну, соответственно, здесь у нас получается единица на α2. Итак, мы получили, что вот эта вот разность n dN минус сумма. единица на α2 минус E в степени минус α, деленное на единица минус E в степени минус α в квадрате. Ну, а этот предел я предлагаю вам посчитать дома в качестве упражнения и показать, что он вполне себе конечный. Ну, здесь можно разложить эту функцию в ряд и посмотреть, что получится. Этот предел вполне себе конечный и равен 1 двенадцатой. Это значит, что для энергии Казимира мы получаем выражение h омега 0 поделить на 24. Подставляя выражение для омега 0, мы получим πHc на L на 1 двадцать четвертую. Ну, а теперь для энергии Казимира, ну, для давления Казимира мы получим очень простое выражение. давление Казимира давление Казимира это сила, которая действует на пластины, то есть производная от энергии по L и деленная на единицу площади на единицу на L квадрат. В результате мы получаем πHc на L четвертый, если будет π на 24. То есть наша константа это π на 24. Итак, мы получаем удивительный физический факт. Наличие энергии нулевых флуктуаций проявляется в том, что для достаточно маленького расстояния между зеркалами зеркала в резонаторе начинают испытывать силу притяжения. Сполик стремится уменьшить свою полную энергию. Таким образом, ему выгодно делать спектр своих мод внутри резонатора как можно более дискретным, чтобы энергия была поменьше, чтобы вот эта вот сумма была маленькой. Тогда между зеркалами резонатора возникает сила, которая выражается в том, что эффективно ситуация выглядит так, как будто на зеркала действует давление, связанное с расстоянием как единиц на L в четвертый. И, как ни странно, вот таким вот удивительным образом вычисленная физическая величина вполне себе подтверждается на эксперименте. поэтому нулевые флуктуации вакуума это, в общем-то, вполне себе физическая реальность, которая даже имеет экспериментально проявляемые свойства. Ну, на этом наше знакомство с той частью квантовой теории, которая описывает излучение, находящиеся в тепловом равновесии, спектр абсолютно черного тела, подходит к концу. Мы совершили полный круг. Мы начали с формулы Планка, которую получили как обобщение экспериментальных данных, просто аппроксимацией, да, закона Вина, который хорошо действует на больших частотах, и формула релея-джинса, которая получается и на малых частотах. Вот. И вернулись к ней обратно, получив некоторое обоснование того, откуда берется формула релея-джинса и сама формула Планка, поняв, что в ней есть на самом деле два существенно разных куска. один — это плотность мод электромагнитного поля, которая получается из классических уравнений Максвелла, а другой — это средняя энергия одной моды, которая получается разной в зависимости от того, считаемый классический или квантово-механический. И правильное выражение получается для квантово-механического расчета. Ну и теперь пришло время познакомиться с квантовой теорией в том виде, в котором она есть, и начать уже решать задачи, пользуясь современным математическим аппаратом квантовой теории. Поэтому следующий семинар мы посвятим с вами рассмотрению математического аппарата квантовой механики в том виде, в котором им принято пользоваться сейчас. Мы немножечко отстранимся здесь от исторического контекста, и я изложу, как ситуация выглядит с позицией сегодняшнего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok